Молдова начала взимать таможенные пошлины с приднестровских импортеров. Теперь за все, что поступает в республику, необходимо платить Кишиневу. Президент созвал Совет Безопасности. Подробности у Александра Гашицкой. Совет Безопасности при президенте собрали из-за резкого обострения молдоприднестровских отношений. С 1 января в Молдове вступил в силу новый таможенный кодекс. Он обязует всех приднестровских предпринимателей, которые ввозят товары в республику, платить молдавские импортные таможенные пошлины. Наибольшие суммы таможенных пошлин прогнозируются в отношении продовольственных товаров, таких как молоко, сливочное масло, сыры и яйца, сахар, макаронные изделия, мучные кондитерские изделия, печенье, вафли. Также значительная доля приходится на стекловолокно, банки из стекла, кондиционеры, холодильники, стиральные машины, а также видеозаписывающие и видеопроизводящие аппаратуры, электроды. С 1997 года торговые отношения между Молдовой и Приднестровьем основывались на меморандуме о принципах нормализации отношений. Молдову приднестровские импортеры пересекали транзитом, а таможенные пошлины платили только в бюджет Приднестровья. Эти деньги составляют значительную долю бюджета страны. Они идут на зарплаты врачам и учителям, на пособия, на содержание, ремонт школ, больниц и поликлиник. Теперь Молдова забирает эти деньги себе, ничего не давая взамен. До сих пор молдавские руководители не прояснили ситуацию, мы не понимаем, на какие товарные группы введены пошлины, на какие не введены, как это будет работать. А самое главное, при взымании пошлины, куда пойдут денежные средства. Сколько в итоге заберет Молдова, сейчас подсчитать сложно. На Совбезе привели такие цифры от 5 до 33 миллионов долларов в год, в зависимости от того, как молдавские чиновники будут исполнять требования нового кодекса. Для Приднестровья это большие деньги, и это лишь часть того, что требует Кишинев. А забирают у Приднестровья молдавские власти все больше и больше.